Оригинальное видео на английском языке находится на YouTube-канале ReaperMania. Не забывайте поддержать автора, Кенни Джоя. Подписывайтесь на его канал, ставьте лайки и следите за обновлениями. Перевёл и озвучил SpaceMonkey, канал Reaper5Russia. Уроки по Reaper5 с Кенни Джоя. Урок 28. Работа с видео. Итак, сегодня мы разберёмся, как же работать с видео в Reaper. С выходом Reaper5 появилось много новых возможностей в этом плане. Как вы знаете, в Reaper нет разделения по типам треков, так что можно кинуть видео на любой из них. Создадим новый трек и добавим туда видео. Для этого откроем Media Explorer. И здесь выберем нужный файл. Перетащим его в нужное место. Я ещё не знаю, где оно должно стоять, так что оставим его в произвольном месте. Можно закрыть Media Explorer. Вот и наш видеофайл. Но выглядит он абсолютно так же, как и аудио. Мы не видим изображение, а только звуковую дорожку видео. Я не собираюсь использовать оригинальную звуковую дорожку, так что выключим её. Правый клик. Переходим в Source Properties, свойства источника. Здесь все его свойства. Разрешение, длина. Нам нужен вот этот пункт Ignore Audio. Игнорировать аудио. Выбираем. Окей. Аудио исчезло. При его проигрывании мы не услышим ничего. И не увидим. Потому что для этого нужно открыть окно видео. Заходим в меню Вид, View и нажимаем на окно видео. Видео Window. Можно также использовать быстрые клавиши. На ПК это Ctrl, Shift, V. А на Mac это Command, Shift, V. Жмём. И появилось окно видео. Сейчас оно плавающее, но можно закрепить его в Докере. Правый клик и выбираем Докер. Также можно растянуть на весь экран, сохранить исходные пропорции или изменить размер под оригинал. А можно открыть свойства видеофайла. Переместим окно чуть ниже и запустим воспроизведение. Это анимированный музыкальный клип. И мы собираемся вставить туда нашу музыку взамен оригинальной. Найдём подходящее начало вот здесь. До того, как появляется глаз, перетащим в курсор. Найдём начальную точку вот здесь. И обрежем видеофайл. Левую часть удалим. Теперь можно переместить наш фрагмент в самое начало проекта. Просмотрим, что получилось. Глаз открывается, кусты раздвигаются. Я хотел немного по-другому. Чтобы момент с растениями приходился точно на второй такт. Прослушаем вместе с музыкой. Мы переходим на второй такт. Включаем привязку. И теперь, перетаскивая видео, мы можем увидеть, что за момент приходится на зону курсора. Двигаем влево-вправо и подбираем нужный момент. Отпускаем. И проверяем результат. Теперь совпадает идеально. При работе с видео вам придётся чаще нажимать на паузу, чем на стоп. Ведь каждый раз по нажатию стоп проигрываться будет с курсора. Может быть удобнее, чтобы воспроизведение начиналось с последней точки остановки. Так что для использования паузы вместо стопа нажмите Ctrl плюс пробел на ПК и Command плюс пробел на Маке. И теперь, если мы поставим на паузу, нам легче будет найти потом точку редактирования. Есть проблема с этим видео. Оно было создано под другую музыку. Так что подходит под ритм другой песни, но мы можем исправить это. Поработаем с видео точно так же, как с аудио и расставим всё по местам. Всё начинается здесь, с музыкой. И вот здесь вы увидели рассинхрон между музыкой и сменой картинки. Давайте переместим эту смену на такт 4. Найдём нужный момент вот здесь. Выберем item, разделим его, и теперь можно передвинуть эту часть на такт 4. Но мы разрежем ещё здесь и удалим лишнее. Передвигаем. А ещё удобней будет использовать ripple editing, управление сдвигом, для одного трека. Нам не нужно использовать его со всеми треками, потому что музыка уже сведена, а вот видео надо корректировать. Теперь, когда мы удалим, правая часть сама переместится в нужное место. Проверим. Теперь картинка меняется ровно на такте. Между тактом 5 и 6 очередная смена картинки, которая вне ритма. Подредактируем и её. Ищем бегуна. Вот это нужное место. Выбрали, разделили, также разделили здесь, удалили, и всё получилось как надо. Тот же самый рассинхрон есть между седьмым и восьмым тактом. Давайте отредактируем и его. Ищем обрыв. Далее уже знакомое действие. Разделяем, ещё раз разделяем, удаляем. Ищем обрыв. Давайте просмотрим всё с самого начала. намного лучше. Теперь картинка синхронизирована с музыкой. Если вы заметили, все изменения картинки очень резкие, никаких кроссфейдов и переходных эффектов. Видео-айтемы так не работают. Даже если мы приблизим и сделаем тут вручную кроссфейд, то никакого эффекта всё равно не будет. потому что кроссфейд видео в репере делается не так. Хотя это сработает с оригинальной аудиодорожкой видеофайла. вернём всё на место, а кроссфейдом я вернусь чуть позже. Ну а добавить разные эффекты к видео можно с помощью различных плагинов. Переходим в меню эффектов и вводим в фильтре видео. По итогу остался один эффект, называющийся видеопроцессор. Выбираем. Теперь он добавлен на этот трек. и можно применить его к видео. Давайте проверим, что есть в пресетах. Первый отвечает за затемнение, увеличение и панорамирование. Выбираем. Вот этими ручками можно управлять соответствующими эффектами. Затемнение, увеличение, смещение по оси Х влево-вправо и по оси У вниз-вверх. Если что, настройки можно сбросить, просто сделав двойной щелчок на них. Это был первый пресет. Также можно выбрать обрезку картинки по горизонтали. Регулируем. Можно затенить сверху. Вот так было до, а так после. Есть также кроссфейды, о которых я расскажу позже. Можно сделать матрицу из кадров. При проигрывании будет выглядеть вот так. Можно корректировать размер кадра. Stage Lightning подсветка сцены работает вот так. вот так вот так вот так вот так вот так а вот здесь ниже мы можем создавать титры, слова, которые будут появляться на экране. На первый взгляд все очень сложно, какой-то программистский код, но на самом деле все очень просто. В этой строке можем поменять текст. Поздороваемся, напишем Good Morning, а вот здесь мы видим, как этот текст можно включить. На ПК жмем Ctrl плюс S, на Маке Command плюс S, и изменения вступают в силу. Обратите внимание, на экране появился наш текст. Сделаем его побольше, вот так. Передвинем его с помощью ручек в нужное место, в центр картинки. Эта ручка обозначает величину границы, яркость текста, черный, белый, настройка альфа для текста, своего рода громкость, повернули вниз, текст не видно, добавили, текст проявился. Яркость фона, сделаем его темнее или наоборот светлее. И настройка альфа для фона. Можно сделать серым, можно черным. Попробуйте разные варианты. Перейдем в другую часть видео и узнаем, как текст можно сделать еще красивее. Перейдем вот сюда, где появляется код, и разместим текст у него над головой. Чуть-чуть поменьше сделаем, переместим повыше и еще чуть меньше. примерно вот так. Теперь скорректируем фон, сделаем потемнее. Вот так нормально. Теперь посмотрим на результат. Запустим с самого начала. Текст выглядит неплохо, но он остается на экране, даже когда изображение исчезло. Нам это не надо. Необходимо убрать его в нужный момент. Для этого используются автоматизация и огибающие. Заходим в меню огибающих, вот здесь. Тут находятся параметры, доступные для автоматизации. Переходим вниз, помечаем видимыми текст альфа и бэкграунд альфа. также можно использовать огибающую байпэс, чтобы управлять отключением всех эффектов. Но для нашей задачи хватит и этих двух. Закроем окно. Теперь можно нарисовать автоматизацию, переместим видео чуть в сторону и запустим трек. Мне хочется, чтобы текст появился на такте 2. Для этого ставим точку вот здесь, зажав shift, и еще одну вот здесь. Откорректируем точки, опустим вот эту вниз и вот эту еще вниз. Таким образом мы создали фейдин для текста. Теперь то же самое для фона. Зажимаем shift, ставим точки, редактируем первых две. По итогу получилось, что текст и фон начнут появляться на втором такте и ровно через один такт они появятся полностью. Просмотрим с музыкой. Теперь надо сделать, чтобы текст исчезал, когда код уходит. Ищем нужный момент. когда код начинает поворачивать голову, фейдаут должен начаться. Зажимаем shift, создадим точки сразу на двух огибающих. Здесь две точки. Корректируем, создаем fade-out. Результат меня устраивает. теперь текст появляется и исчезает, причем в нужных нам моментах. Сейчас давайте добавим еще эффектов. Открываем это окно. Если вы хотите добавить еще какой-то эффект, то добавьте второй экземпляр видеопроцессора. Жмем добавить, выбираем плагин. Каждый пресет действует независимо, но зато на трек можно добавить столько экземпляров эффектов, сколько хотите. Сейчас мы создадим эффект виньетирования. На вид это что-то типа фильтра в Инстаграме до и после применения. Можем подправлять с помощью этих регуляторов размер, форма, оставим все как есть и просто посмотрим, как это выглядит при воспроизведении. Выглядит неплохо. При работе с видео мы не можем воспроизводить несколько треков за раз, но зато можем делать нарезку из фрагментов. В таком случае каждый трек имеет свой приоритет. Скроем пока ненужные нам огибающие. Правый клик. Скрыть огибающие. Просто чтобы было больше места. Давайте добавим еще один трек. Перейдем на седьмой такт и переместим вот этот фрагмент на новый трек. А старый фрагмент растянем, как будто не было редактирования. По умолчанию, вот этот фрагмент, который ниже, имеет приоритет воспроизведения. Если заглушить этот трек и воспроизвести фрагмент, никаких изменений в районе седьмого такта не будет. Ну а если сделать активным замьютированный трек, то именно этот отрывок будет воспроизводиться. Еще раз, этот трек имеет больше приоритет, чем этот. Можно изменить дефолтные значения в настройках. Переходим на вкладку «Видео». По умолчанию, приоритет отдается трекам, расположенным в панели треков ниже других, то есть имеющих больший номер. Можете поменять поведение на обратное. Теперь переключение на другой фрагмент происходить не будет. Но попробуем переместить этот трек повыше, над предыдущим. Теперь наглядно видно, что приоритет за тем треком, который выше в панели, что поможет нам в создании кроссфейдов. Я сейчас покажу. Создадим еще один трек, переместим его выше всех. Теперь он имеет самый больший приоритет. Добавим на него эффекты. Вам может показаться, что это не сработает, но с видео не обязательно иметь на треке какие-либо айтемы. Именно потому, что этот трек имеет самый большой приоритет, любые эффекты, размещенные на нем, будут применяться и к трекам, которые ниже по приоритету. В этот раз выберем пресет «Кроссфейд». Здесь мы будем корректировать скорость кроссфейда между двумя айтемами. В обычном режиме мы не можем увидеть два фрагмента одновременно, но с кроссфейдом сможем. Один фрагмент будет затухать, другой появляться. Вот теперь наглядно видны кроссфейды, переходы от одной картинки к другой. Но нам нужен кроссфейд только в одном конкретном месте. Если отключим этот эффект, то переход будет резкий. С одного фрагмента перескачет сразу на другой. Теперь же с помощью этого трека нам надо создать кроссфейд между этими двумя фрагментами, только в этом месте, и потом отключить его. Как вы догадались, для этого снова будет использоваться огибающая. Открываем опции и выбираем огибающую байпас. Теперь нужно нарисовать соответствующую линию. Сначала поднимем всю её вверх, чтобы включить байпас. И прямо вот здесь, в месте перехода, зажимая Shift, создадим точку и отредактируем огибающую. Таким образом, мы создали наш первый кроссфейд. Но получается, что байпас выключен, то есть кроссфейд включён до конца песни. Найдём нужное место, где заканчивается первый кроссфейд. Примерно вот здесь. Нет, чуть ближе. Вот здесь, в этой точке, мы должны отключить привязку и снова отредактировать огибающую байпас, то есть включить байпас. Мы нашли точное место, и для того, чтобы случайно не сместить его влево-вправо, используйте на ПК Ctrl плюс Shift, а на Маке — Command плюс Shift. Ну что же, теперь передвигаем огибающую вверх. Ошибиться теперь невозможно. Точка двигается только по вертикали. Что же получилось в итоге? Вот здесь кроссфейд начинается, а здесь заканчивается, формируя плавный переход между фрагментами. Получилось очень чётко. Давайте прослушаем с музыкой, что же мы имеем на данный момент. Получилось круто. У нас есть два резких перехода смены кадра вот здесь, и один кроссфейд вот здесь, в котором создаётся эффект плавного перехода. В конце видео, примерно в районе 10-го такта, я хочу создать фейдаут, чтобы адекватно завершить видео. Ну, нужно это сделать синхронизировано с музыкой, поэтому сделаем фейдаут и для музыки. Создадим точки на 10-м и 12-м такте. С музыкой разобрались, музыка затухает. Теперь перейдём к видео. Скроем лишнее. И вот это. И создадим фейдаут для ролика. Чтобы он совпадал с музыкой. Мы можем это сделать, управляя огибающими вот этих треков. Но вместо этого мы создадим огибающую прямо на айтемах. Итак, сначала добавим эффект на сам айтем, на вот этот. Правый клик. Меню Take. Копия. Выбираем Show effects chain for active take. Показать цепь эффектов. Выбираем плагин. Теперь мы имеем эффект именно на айтеме, а не на треке. Посмотрите, значок не активен. Выбираем нужный пресет. Track opacity. Zoom pan. И редактируем вот этот параметр. Максимальное значение. И полное затемнение. Мы хотим автоматизировать этот параметр. Правый клик на айтеме. Меню Take. Копия. Переходим в меню огибающих. И кроме привычных панорамирования, мьютирования и питча, мы видим параметры нашего плагина. Делаем видимым параметры opacity. И прямо на 10-м такте, зажав Shift, создаём точку на огибающей. То же самое делаем на 12-м такте. Опускаем огибающую. И получился fade out для параметра opacity. Теперь видео синхронизировано затухает вместе с музыкой. Применим этот же метод ко вступлению. Только теперь это будет, естественно, fade in на вот этом отрезке. Здесь у нас другой айтем на другом треке, так что придётся повторить все предыдущие действия. Правый клик. Меню Take. Show FX Chain. Выбираем тот же самый пресет и автоматизируем его. Далее уже знакомые действия. Включаем огибающую. Редактируем её на нужном участке. Shift. Right here. And here. Let's bring this one down. And this one. В итоге получился fade in. На участке первых двух ударов барабана. Теперь изображение работает на музыку. Теперь давайте посмотрим, что же в итоге. Проходим сюда. Выбираем «Показать все активные огибающие». Можем наглядно видеть все эффекты. Здесь музыка затухает. Здесь видео появляется. Вот это огибающее, отвечающее за текст. Несколько резких смен картинок. Один кроссфейд для видео. И фейдаут для видео, согласованный с музыкой. Итак, посмотрим на результат. Получилось очень даже хорошо. Теперь пора отрендерить всё в видеофайл. Заходим в соответствующее меню. Рендеринг. Наши действия ничем не отличаются от рендеринга аудио. Те же самые параметры. Присваиваем имя. Кроме опции «Output Format» — выходной формат. Нужно, естественно, выбрать формат видео. Причём здесь есть разные варианты. Мы выберем «МПЕГ». Подбираем нужные кодеки. Кликаем на «Рендер». И в итоге всё наше видео, аудио, эффекты соединится в один видеофайл. На этом я заканчиваю урок. Вот так представлено видео в Reaper. На самом деле это не исчерпывающее описание всех функций. За интересующей информацией обращайтесь в руководство пользователя. Найдёте там много новой и интересной информации. Едем дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!